Здарова друганы, ну что не ждали? Сегодня по вашим просьбам я вам расскажу как я вернул краденый телефон. Эта кража выглядела примерно так же как на нашем социальном эксперименте. Только вместо меня и нашей актрисы Насте тут был гопник карманник и наша Даша. Неизвестным гопником был украден смартфон на андроиде, к счастью бюджетный вариант, но в нем была флешка с очень важной информацией и сим-карта. Казалось бы все, он потерян, но нет, я взял у Даши логин и пароль и пошел на гугловский сервис удаленное управление андроид. Так как Даша не думала что такое может произойти, тот телефон просто не был настроен для отслеживания через этот сервис и на нем не стояло ни одного противоугонного приложения. Ну что поделать, я начал играться в интернете и наткнулся на сервис androidloss.com, а он давал то, что мне было нужно установить удаленно отслеживающее приложение на краденый телефон. В общем я запросил его установку через play market и как только устройство включилось и на нем появился интернет, оно установилось. На телефоне осталось только нажать пару кнопок, то видать и сделали его новые хозяева. Теперь я получил доступ к абсолютно всей информации о телефоне, знал где он находится, читал входящие смс и мог записывать звуки, слушать потом их, делать фотографии в любой момент, получил также доступ к файловому хранилищу аппарата, мог включать-выключать вайфай, блютуз, я даже знал серийный номер сим-карты, но номер телефона определить поначалу не мог. Даша же в свою очередь оббивала пороги местного полицейского отделения, где потратила кучу времени и нервов, но ничего толкового из этого не вышло. Тем временем на Android Lost я нашел такую фишку, как отправка смс сим-карты с телефона на любой другой номер. Отправил и мне пришло смс с номера, который стоял сейчас в Дашином телефоне. Итак, у меня есть место расположения, фото хозяина, его номер, контакты по которым он звонил, кому он пишет смс, где он бывает в течение дня, а по аудиозаписям, которые я делал, мне казалось, он вообще на каком-то рынке работает, как потом оказалось, я не ошибался. И у нас стал выбор, либо набрать ему и поговорить с ним, чтобы было чревато просто окончательно потерять трубки, либо отнести данные в полицию. Я решил рискнуть, потому что и так уже прошло действительно много времени. И как я заметил, телефон еще раз поменял владельца, что я заметил по обновленным контактам, и по новому номеру, и по новым фоткам. Позвонил хозяину трубки. Алло. Алло. Приветствую. Привет. Как тебя звать? Почему? Как тебя зовут? Почему? В смысле почему? Слушай, сходите в мой имя спрашивай. Меня зовут Евгений, а как зовут тебя? Мне просто нужно знать, как к тебе обращаться. Я просто... Я хочу с тобой сейчас поговорить. Почему? Ты знаешь то, что телефон, по которому ты сейчас разговариваешь, краденый? А никого не говорил вообще. То есть тебе это никто не говорил? Нет, нет, Сережа. А что? Не, ну вот я тебе говорю. Этот телефон украли у моей подруги. Телефон или сим-карту? Телефон. Этот телефон. Ты знаешь, как у него модель называется? Как его модель? G.I.U. называется. G.I.U.? Да, да. Ты ведь его с рук покупал, да? Братан, я его не покупал. Это, может быть, это брат мой, я ему покупал. Я тоже не знаю. Я сейчас наберу брату, потом я тебе ответа дам. Погоди, слушай. Ты готов его честно вернуть? Погоди, братан, сейчас я наберу брату, а потом я тебе еще раз наберу. Ну, хорошо, я жду. Алло. Алло. Да, я тебя слушаю. Короче, братан, сейчас мой брат номер не берет. Короче, завтра вот в том кредит, я ему говорю, набери вот эти твои номеры. Все? Ну, ты сделай так, чтобы он позвонил мне завтра. Ага. Тебе, братан, откуда я нашел мой номер? Так ведь это телефон моей девушки. Я знаю все, я знаю. У меня есть фотка твоя, у меня есть твой номер. Я знаю, где ты сейчас находишься. Где братан находится, ну объясни. Ты сейчас на Визе. Район, район улиц Бебеля, Черепаново. А братан у тебя живет там чуть подальше. Район там Таганки, вот в ту сторону. Ты че, братан, я ему наберу? Не, ну ты с ним поговори, я тебе завтра еще раз наберу. Хорошо? Ну, братан, ну, понимаешь, ты понимаешь, это я не знаю. Вот это, брат, я вам покупал. Я не знаю точно. Ну вот, ты давай с ним реши, а я тебе завтра еще наберу, хорошо? Хорошо, бездран, нет вопросов. Ну все, давай тогда, удачи. Алло. О, здравствуйте. Да. Все это вчера звонили по поводу 30-телефона. Да, да. Какой 30-телефон? GAU. У него еще батарейка зеленая. Да, 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 правильно, да, да. Да. Да, правильно. Это ваша история? Да. Зеленой батарейкой. Может быть, чехол еще остался у него. Чехол такой... Желтый, типа прозрачный. Чехол с желтыми, да, братан? Да, прозрачный как бы. Типа грязный будет. Да, 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 грязный. Все, все, правильно. Это белый, да, телефон, да? Да, телефон белый. Да, правильно, да. Что, хочешь забрать, что ли, братан? Да, хочу забрать. Хорошо. Когда заберешь? Ну, допустим, сегодня. Хорошо, без проблем. Разговор был, как вы поняли, не из легких. Сложно разговаривать с человеком, когда он тебя практически не понимает. Но, к моему счастью, ему даже не пришлось угрожать и сшантажировать его. То я знаю о нем такие мелочи, что он пользуется переводами Юнистрим и как он одевался там в такой-то день. И вот мы договорились встретиться на следующий день на их территории. Это было опасно, так как я не знал, чего мне там ожидать. Пикточеных, либо концов дроченых. Но, все же я поехал и встретился. Сейчас, включай. Да, да, да. Здравствуй. Походу тебе. Знал. А ты честный человек? Я уже не хочу отмазать. Послушайте, кто этот телефон продавал, да? Мы его можем найти, показать, что он у кого попал. Он купил этот телефон за 2 тысячи. В таких случаях я всегда любому, я сам полагаю, как представитель диаспоры. Я как представитель диаспоры всегда по-честному отношусь к кому-то. Если полиция будет просто, откуда я чисто обращусь, телефон отдам. Вы честные люди, это вообще хорошо. Спасибо вам большое. Меня зовут Зибай. Первый промоцентный сейфер язвы. Очень приятно. Пока, в следующий день, я его теперь наберу. Хорошо, братан. Всего доброго. Спасибо. И вот, трубка вернулась ко мне. Правда, без сим-карты и драгоценной флешки, и чехол они просто ужасно заляпали. Но сам телефон был цел и невредим и в рабочем состоянии. Моё отношение к нерусским, конечно же, немного улучшилось. Будь это наше местное быдло, они наверняка бы попросили себе нехилое вознаграждение. А эти парни оказались довольно-таки честными. И если бы не сервис Android Lost, то вряд ли бы у меня это получилось. И ещё, парни, не особо торвитесь решать бабские проблемы. Пусть сами решают. Надеюсь, моё видео хоть как-то вам поможет, и вы избежите подобных трудностей в будущем. Всем удачи, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Покеда!